доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды тот самый день когда мы вместе со всеми заинтересованными со всей общественности будем подводить и следить точнее подводить будет фидрезерв итоги собственного заседания мы будем их анализировать через скажем так призму того как они повлияют на динамику доллара поэтому день сегодня обещает быть очень интересным я понимаю что до итогов заседания еще очень много времени много часов но традиционно в течение всего этого периода участники рынка будут гадать впоследствии вырастить доллар или нет это отразится уже на всплески волатильности как обычно друзья бывает мы за этим как раз и будем наблюдать потому что всегда интересно смотреть за рынком на котором есть активные движения вот когда на рынке нет интересных событий новостей тогда совсем скучно но сегодня не такой день сразу хочу отметить друзья что и до итогов заседания фидрезерва у нас будет с вами чем в плане новостей спекулировать в 15 15 выйдет отчет от дипи не забывайте что на этой неделе мы следим не только за фидрезервом мы на этой неделе еще ориентируемся на данные по американскому рынку труда всем известные но он фарм перелс которые выпадают на первую пятницу начало каждого месяца собственно перед он фарм перелс в среду традиционно выходит то частная оценка от и дипи ну в принципе характеристики те же сам и на основании этого отчета мы начинаем с вами к уме как и размышлять впоследствии какие цифры выдаты по нон фарм перелс поэтому доллар как я уже в начале этой неделе отметил действительно с учетом такого содержания экономического календаря претендует на серьезную волатильность на очень динамичное движение поэтому мы за американцем следим и по возможности будем уделять и ему даже больше времени после отчета дипи еще два важных статистических релиза это айсм производственном секторе важная а статистика пожалуй это самый лучший индикатор который позволяет оценить и сектор производства индекс разгона инфляции см тоже важные данные в 17 30 друзья переключимся на нефтянку ведь сегодня у нас и да поэтому и запаса нефти от администрации энергетической информации разумеется вы все прекрасно знаете и могли убедиться лично по итогам последних недель что этот отсчет сейчас оказывает значительное влияние на а котировки нефти на а текущий момент у нас с вами бренд консолидируется в диапазоне 71 82 долларов за баррель и мы же ждем когда же он получит необходимый триггер для того чтобы вырваться из этого коридора и конечно же наши расклады сценарий более предпочтительные предполагают то что котировки все-таки пойдут ниже но есть и сценарий с меньшим приоритетом в рамках которого мы еще и держим как косочную покупку в расчете на то что можно будет при определенном развитии события и при определенных обстоятельствах протестировать сопротивление 75 нефтянки мы конечно же еще друзья а поговорим и в 21.00 по московскому времени решение по ставке и спустя полчаса после этого долгожданная пресс-конференция джерома павла по факту решения поставки конечно же мы движение никаких не ожидаем а вот настоящим катализатором такой фундаментальной бомбы уже станут слова а павла потому что они будут посвящены перспективам денежно-кредитной политики с учетом всех тех вводных макроэкономических которые мы получили за последние недели вот важно понять и разобраться произошли ли какие-либо изменения а среди голосующих членов федрезерва среди скажем элиты регулятора лидеров мнения которые своей позиции в принципе формируют и зачастую даже ломают тренды а важно будет разобраться в этом теперь поподробнее по основным инструментом нефтянка 7160 как я уже отметил друзья по нефти мы говорили о том что сейчас вот эта позиция нерешительности трейдеров обусловлена с тем что они пытаются разобраться с тем как скажутся санкции а сша в отношении стран которые могут еще и осмелиться покупать тиганскую нефть с 2 мая скажутся на в общем предложении приведет ли это к дефициту сырья на глобальном рынке и так далее сейчас пожалуй самое важное что интересует трейдеров чем они пытаются разобраться приведут ли эти санкции к тому что увеличится производство нефти в странах ближневосточного картеля потому что от этого напрямую будут зависеть уже будет зависеть будущий энергетического пакта если рынок как я уже отметил останется без поддержки этого соглашения то можно будет забыть о длительных трендах роста WTI и Brent и вообще можно будет смело еще более увереннее чем сейчас ставить на долгосрочные распродажи против нефтянки как я уже отметил со ссылкой на вчерашние данные когда мы разбирали по китаю на слабые цифры по промсектору по а сфере услуг это еще один тревожный сигнал указывающий на то что экономика поднебесная скорее всего продолжит снижаться китай у нас традиционный барометр спроса на углеводороды и каждый раз когда мы говорим об экономических проблемах мы подразумеваем угрозу для роста цен дальше идем это отчет api который вышел вчера в 23.30 по русском времени это статистика по запасам нефти она предваряет релиз от администрации энергетической информации то есть всегда я провожу параллель чтобы у вас в подкорке отложилось что именно так нужно разбирать эти данные также как и и депи предваряет он farm parents то же самое с запасами плюс 681 миллиона это значит то что случае повторения подобных цифр сегодня когда выйдут официальные данным будет хороший повод чтобы поставить на снижение цен на нефть и вот как раз складывая воедино все те факторы в пользу продавцов которые я перечислил я считаю что такой аккумулирующий эффект в конце концов должен ближайшее время поспособствовать развитию на нисходящей динамики в результате которой пойдет снова сопротивление точнее поддержка 70 долларов за баррель если котировки закрепится ниже друзья я думаю что в этот момент мы будем вместе с вами на рынке и разумеется сможем довольно быстро подстроиться к тому что происходит разложить по полочкам фундамент и понять как действует дальше но это все вопросы ближайшего времени доллар иена 111 48 в принципе американская валюта снижается это хороший знак доллар видимо понимает чем очревато для него текущее заседание регулятора и что в принципе может сказать джером пау я ссылаюсь друзья на то что у нас в последней неделе были отчеты которые мы сейчас можем использовать как основные ключевые аргументы в пользу того что сегодня нас ожидает очень мягкая риторика федрезерва и эти аргументы они базируются от статистики слабой по штатам до собственно элементарных страхов джерома паула перед трампом потому что ему на мой взгляд уже ясно со всех сторон сбоку там сверху снизу дали понятие что нужно задействовать инструменты экономического стимулирования потому что то политика которая проводится трампом это политика протекционизма защита национальных производителей и при такой политике неуместно иметь в арсенале дорогую валюту казалось бы очень поверхностное осуждение о том что происходит ну на самом деле она не лишена смысла поэтому если джером пау все-таки дрогнет окончательно он не признается в этом никогда мы знаем но он может очень красиво политкорректно дипломатично завуалировать это все в слабых цифрах по макро статистике это нам в принципе это нас устроит потому что каким образом мы услышим о мягкой экономической политики не имеет значения самое главное услышать об этом почему я верю то что вектор будет именно таким потому что темпы экономического роста как вы знаете я разбирал для вас показатели в понедельник по итогам первого квартала сша хоть и произошел ожидание экспертов но опять же чуть покопавшей статистике мы и все те кто анализировал этот отчет глубже пришли к выводу что все-таки у экономического роста нету мощного основания такой стоящей опоры на которую можно надеяться в дальнейшем и соответственно вклад который был внесен теми же самыми заказами товар длительного пользования это а вклад очень волатильные компоненты экономического роста ну нельзя строить хорошие прогнозы нельзя верить то что экономика растет на основании этого индикатора вот поэтому мы с вами и не поверили в хорошие цифры также друзья напомню что были слабые данные по индексу расходов наличное потребление базовое значение один из важнейших компонентов инфляции были слабые данные по роничным продажам и базовое значение инфляции это вот цифры за которые любят цепляться представители федрезерва отмечая и подтверждая позицию того точнее оправдывая свое решение настоять на том чтобы американский регулятор все-таки был сейчас склонен к проведению мягкой экономической политики поэтому сегодня мы безусловно еще раз в каком-то формате услышим про все эти данные мы скорее всего получим комментарии о сохранении глобальных рисков потому что отношения сша и китая на мой взгляд торговые отношения еще далеки от подписания соглашения даже несмотря на то что вот вчера пришла информация что мы научим встретиться с вице-премьером ю в этот четверг но это еще одна встреча когда скажем представители делегации которые участвуют в этих переговорах а пусть и высшего эшелона власти собираются только для того чтобы попить чай в прямом смысле я не жду никаких прорывов пока я не получил комментарий о том что организуется встреча собственно си дзинпин и трампа для подписания торгового соглашения я вообще буду склонен полагать что до разрешения торгового конфликта еще утечет очень много воды пройдет значительное количество на времени поэтому сейчас друзья рисков для доллара на мой взгляд много я считаю что если на волатильности сегодня пара доллар иена улетит в район 112 это будет еще один шанс возможность продать с этих уровней если вы уже в коротких позициях ну так же как и я дождем друзья закрепление ниже 111 по золоту соответственно 1290 это моя дневная цель я уже отметил что ставлю на снижение курса доллара и ожидаю что в связи с этим рынок драгметаллов получит поддержку рисковые активы в рамках вчерашнего дня в целом евро фунт чувствовать себя довольно неплохо ну возможно опять же этот рост был связан с тем что на рынке а снова стали обсуждать текущий ход переговоров в сша и китае я не буду противоречить себе друзья я сказал что я пока что не рассчитываю что соглашением будет подписано в ближайшее время а позитив лишь словесный в комментариях что переговоры прогрессируют от этого я уже в принципе устал наверное как и многие из вас а это не то база на которой можно выстроить я четкое представление о том что этот конфликт будет урегулирован поэтому по фунту 1 3041 мы сейчас видим конечно же котировки очень высоко сегодня день очень важны потому что движение доллара они обязательно скажут свое движение рисковых инструментов я предлагаю поддержать короткие позиции по рисковым активам и уже какие-то решения принимайте завтра когда мы будем подводить итоги двухдневного заседания американского регулятора и анализировать то как они повлияют на доллар пока что держим селы по фунту и по европейской валюте по евро может быть кого-то вдохновил отчет по темпам экономического роста я считаю что стран видеть было такие цифры пока что я скажем возьму паузу в оценке именно общей картины по темпам экономического роста у меня есть еще два смягчающих скажем обстоятельства это ожидания плохих цифр по индексам активности завтра по регионам отдельным странам еврозоны и в целом по еврозоне также еще есть козырь в виде потенциально слабых данных по инфляции которые выйдут в пятницу вот когда мы дождемся всех этих релизов я думаю что уже в понедельник еще раз подведем итоги что у нас есть но забегая вперед хочу сказать что у нас будет снова повод говорить о сохранении проблем в рамках еврозоны о том что этот спад может усилиться и поэтому европейский центральный банк будет каждый раз когда собирается на собственном заседании на пресс-конференциях давать комментарии о том что по прежнему местная мягкая экономическая политика австралийц против доллара держим короткие позиции но 70 50 сейчас я думаю что снова очень скоро последует теста поддержки 070 новозеландец неплохо просил на данных по рынку труда изменение уровня занятости минус 0,2 процента просели темпы роста заработных плат поэтому на рынке буквально несколько часов активно говорят о том что резервный банк новой зеландии первым из резервного банка новой зеландии резервного банка австралии снизить процентную отставку я друзья дам вам конкретную рекомендацию идею чуть позже но не сейчас доллар канадец 13378 как ожидалось слабые цифры по экономическому росту минус 0,1 с прошлого роста на 0,3 процента и руководство банка канада стивен полос и каролина вилкинс а вчера сделали заявление о том что рассматривает возможности задействия не мягких инструментов то есть инструментов экономического стимулирования если нефтянка сейчас все-таки по итогам текущего дня до конца недели пробьется поддержки 70 друзья мы очень быстро улетим по паре доллар канадец выше уровня 1 35 потому что мы уже получили массу довода в пользу того что нужно отказаться от политики высоких процентных ставок и сделать приоритет в пользу смягчения экономической политики поэтому нужен еще один триггер этим триггером вполне может выступить нефтянка на этом собственно все большое всем спасибо за внимание всего доброго до свидания